ИСПАНЦЫ! Саша, ты что, совсем дурак? Чего орёшь? Привет всем любителям кефира! Как вы видите, у нас тут своя атмосфера. Читерство бывает весёлым. У всех нас есть приятные воспоминания о запретных механиках в играх. И данный феномен с небольшой помощью GameShark не обошёл стороной Nintendo 64. Всем привет! С вами канал Nintendo, и сегодня мы поговорим о настоящем читерстве и его наказании, которые не сравнятся с простым порицанием за попытку срезать путь в гонках Super Mario 64 или Окарине времени. Сегодня речь пойдёт о взломе по-настоящему. О таких обманах, которые заставят вас почувствовать себя настоящим злым гением. Пока, в конце концов, вы не поймёте, что обманули только себя. Или, как в случае с некоторыми из этих классических игр на Nintendo 64, где игра не поленится самой сказать вам об этом. В этом выпуске мы рассмотрим некоторые забавные мелочи, связанные с читами на Nintendo 64, которые либо прямо отговаривают игрока от читерства, либо ограничивают его от совершения грязных действий. Но перед началом обязательно подпишись на наши соцсети и наш Boosty, куда мы регулярно выкладываем бэкстейджи и эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Nintendo 64 была и остаётся потрясающей консолью. И её игры тоже. Такие названия, как, ну, по сути, весь каталог игр от студии Rare. Давайте будем честными, на консоли есть множество интересных игр. Но Rare действительно взорвали всё на свете своим тонким чувством юмора и хардкорными навыками разработки игр. Мы начнём сразу с одного особенно сурового наказания за мошенничество, последствия которого могли преследовать злоумышленника даже после его раскаяния. Donkey Kong 64 на момент выхода была невероятной игрой, развивающей свой жанр в правильном направлении. Но только потому, что игра отличная, не значит, что люди не захотят в ней сжульничать. Это утверждение также будет верным и для других платформеров, где юным пользователям не по силам двигаться так же ловко и выполнять акробатические трюки прямо как обезьянкам из Donkey Kong. Один из способов двинуться дальше в такой ситуации — устранить одну из проблем, мешающих прогрессу. Решить проблему со здоровьем, наделив себя бесконечным его запасом. Вполне может показаться, что завершить приключение Donkey Kong будет легко и быстро. Но, уверяем вас, это не так. Если играть в игру с помощью устройства GameShark для включения бесконечного здоровья, до поры до времени все будет в порядке. Пока игрок не попытается перезагрузить игру без использованного ранее чита. Если это сделать, то игрок окажется в мире полного хаоса. Вы все так же сможете загрузить последнее сохранение и даже поиграть. Но случится несколько нюансов. Персонажи начнут появляться и летать по экрану. Энергично трястись на месте, жестикулируя руками всевозможными способами. Ну и вообще игра начнет постоянно тормозить и зависать из-за периодически включающихся катсцен. Однако это не столь важно по сравнению с тем, что на первый взгляд является мелочью. В игре присутствуют регулярные автосохранения. Многие игроки сообщают, что эти глючные эффекты проявляются только в используемом в настоящее время файле сохранения. Но они становятся постоянными, как только игра сохраняется. А учитывая, что сей процесс происходит практически каждую минуту, это верный способ испортить файл сохранения. Казалось бы, нужно удалить поврежденное сохранение и делофта. Но на форумах также появлялись сообщения о том, что создание нового файла сохранения не давало нужного эффекта и совсем не решало проблему. Подобные махинации с игровым балансом приводили к полному бесконтрольному повреждению картриджа, который теперь практически не подлежал восстановлению. Игра превращалась в неиграбельный беспорядок. Веселый на первый взгляд, но совсем непроходимый. На самом деле, Rare вряд ли таким образом планировала отучить игроков от использования стороннего софта. Скорее всего, это вызвано чит-устройством, которое слишком сильно изменяло код игры. А затем функция автоматического сохранения доводила полученный результат до перманентного состояния. Правду знают лишь программисты игры, но есть еще кое-что, о чем Rare задумывали изначально. Если разработчик хочет, чтобы вы знали, что он не одобряет ваши читерские привычки, для этого совсем не обязательно стирать ваш картридж, приводя его в негодность. Просто можно сказать вам об этом напрямую. Например, в конкурс Bad Third Day есть полноценный экран ввода чит-кодов. Но это не значит, что разработчики одобряют его использование. Иногда, когда игрок входит в это меню, имп, который подшучивает над вами в один момент, засмеется и скажет «Вы мошеннический ублюдок!» Если введенный код был неверным, игроку будет сказано «Кто-то должно быть дал ему неправильный чит-код». Но если неправильный код будет введен повторно, то демон примет более агрессивный подход и скажет «Не сработала в первый раз, не сработает и во второй раз тупица!» Не уверена, что называть игроков тупицами – это наказание, но если и так, то вполне справедливое. Rare часто признавали, что игроки в их играх нередко прибегают к жульничеству. И, конечно же, пытались воспрепятствовать такому поведению, чтобы их играми можно было наслаждаться так, как задумано. Несмотря на GameShark, в таких играх как GoldenEye 007 после закрытия уровня с выполнением всех условий чит-коды открывались для использования при повторном прохождении уровня. Но при обычном прохождении кампании продвижение в сюжете вы не получите и следующий уровень вместе с новыми кодами не будет разблокирован. Несмотря на то, что в игре присутствуют коды для повышения сложности, дающие фору искусственному интеллекту, использование любого чита, усложняющего уровень, все равно не приводило бы к желанной награде. С другой стороны, Perfect Dark, имея те же требования для разблокировки читов, были немного более прямолинейны. Игроки понимали, что они неправы, когда видели доску результатов. Там отображались такие позиции, как обман и бесчестие. Говоря о шутерах от первого лица, мы ненадолго отдаляемся от Rare в сторону другой популярной игры, которая также удерживала вознаграждение от игроков, которые использовали читы. Это квейкообразный Турок 2. Один из самых простых читов, который игрок может использовать в игре, основанный на главах или этапах, это старый классический чит с пропуском уровня. В эпоху до невозможности сложных игр, в которых не было средств для сохранения прогресса, это было настоящим благословением небес. Но в Турок 2 Seed of Evil использование этого метода означало бы, что вы не узнаете о том, чем по-настоящему закончится игра. В Турок 2 имеются две разные концовки, зависящие от стиля прохождения игрока. Но после убийства Примагена, в игре, которая буквально вынуждает исследовать свой мир в поисках шести ключей, вы сможете получить только плохую концовку. В Турок 3 также были меры по борьбе с читерством, но подход был немного другим. Если бы игроки использовали читы, у них в конце титров появлялась еще одна дополнительная строчка. После финального ролика игры, который проигрывается после титров, появится текст, который гласит «Вы завершили игру, но вы жульничали!» «Будь осторожен со своими желаниями!» Именно это хотят вам сказать разработчики Battle Tanks. Battle Tanks — это игра, в которой есть именно то, что вы могли от нее ожидать. Вы сражаетесь, и вы танк! В игре есть ряд читов, которыми игрок может воспользоваться. Например, самый универсальный чит на все времена — Бессмертие. Однако, если игрок решится воспользоваться этим читом, он может оказаться в ситуации, о которой разработчики могли просто не подумать. А если и подумали, то это довольно хитрый способ наказания игрока. Если у игрока Бесконечное Здоровье, режим кампании игры не может быть завершен, поскольку в какой-то момент он обнаружит одну интересную особенность. При прохождении типичного бонусного этапа, в котором вам дается право уничтожать сколько душе угодно вражеских танков, пока вы сами не получите пробития. Как вы могли догадаться, поскольку у игрока Бесконечное Здоровье, он, конечно, никогда не сможет быть уничтожен. Но шутка состоит в другом. Все читы могут быть деактивированы только на начальных этапах прохождения, тем самым лишая игрока возможности завершить бонусную игру. Вот как простой чит в этом случае аккуратно блокирует вам всю игру. Кто ты такой, Джон, чтобы здесь командовать? Может, капитан? В некоторых случаях вид обмана имеет значение. Star Wars Rock Squadron не наказывает игрока за использование чит-кодов. Но что, если попытаться срезать путь, который хорошо виден на карте? Нет. Недопустимо, что и подразумевают правила игры, где при завершении гонки хитрым путем игра выдаст вам сообщение. Кажется, кто-то жульничает. Нам придется начать эту гонку сначала. Правило мошенничества номер один в игре, конечно же. Если никто не видел, как вы жульничали, значит вы не жульничали. Если игрок попытается сделать этот срез более скрытным образом и будет настолько быстрым, насколько это возможно, игра не перезапустит гонку. Кто знает, возможно диктор просто не заметил фальшивый проход. Так что это хороший пример, когда то, как вы обманываете, на самом деле имеет смысл. Возвращаясь к РР, потому что они, по-видимому, сделали 80% всех заслуживающих внимания игр на платформе Nintendo 64 и одну из самых популярных франшиз всех времен. Банжо Казуй имеет, пожалуй, суровое наказание за мошенничество в этом видео. В оригинальной игре на Nintendo 64, и если для разблокировки уровней в локации Treasure Trove Cove используется три или более секретных кода, Грунтильда будет очень возмущена и сотрет файл сохранения игрока. Однако игра трижды предупредит вас заранее о том, что это произойдет. Эта механика в игре известна как Grantis Code Vengeance и работает отнюдь не со всеми предоставленными читами в игре. Только уж с очень нечестными. Например, для получения бесконечных бонусов, удаления объектов, трансформации игрока и других кодов, ломающих игровой процесс. Данная игровая механика была изменена в переиздании игры в Xbox Live Arcade. Но это не означает, что игрок останется безнаказанным. После введения трех чит-кодов игра не удаляет сохранения, а просто блокирует возможность сохраняться. Но правила ужесточаются. После введения первого кода из запрещенного списка игра на данном этапе уже отключает достижения и таблицу рекордов. Играйте честно, друзья, и в современном мире вы не столкнетесь с такими трудностями. Ну, с большинством трудностей. Надеюсь, вам понравился этот эпизод. И нам есть еще о чем рассказать в следующих частях. Так что обязательно следи за нами в соцсетях. А с вами была Катя и канал Нинтендо. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok